Волна подбивает, потому что трактор бьет, давит только под себя этот бульдозер, а который попал на 45 градусов, это все труха, то есть мелко раздробленная глина, и которые ошибки ты делаешь, потому что не знаешь, как дальше будет, но получилось, что волна бьет, и глина уходит, а там бобер прокопал, дыра в человек пролезет, и она обрушилась, и притворилась в грязь и ушла. И полностью подошла уже к проезжей части дороги, еще немного рухнет любая машина там, и мы там колотимся, я говорю, Юра залезть, 12 часов до обеда, после обеда сидит в воде, ему надо это, ну и вчера пошли к одному человеку, чтобы вывезти нам оттуда, он еще ответил, кому он отвечал? Владимиру. Так, Володя, еще он ответил? Он сказал, что будет возить воду, ему это занято, занято будет. И ему сегодня едет утром рано, мы с пол седьмого уже готовим материалы разные, там эти прутья, я говорю, верну назад, иди расскажи, мы делаем для себя, вы что делаете? Я больше миллиона заложил туда, пять лет поднимали, из пол метра, сейчас четыре метра высоты воды, и рыба, и птицы, и купайся, и что хочешь. И бросить, она прорвет, если прорвет, то даже вам никогда это не сделать, вы понимаете? И не набрать воды даже, может быть. Игорь разгорнул назад, Игорь приходит и говорит, этому человеку он нашел его и говорит, как же так? Люди ничего за это не получают и делают для важнейшей дороги для нас. А я не говорил этого. Володя, то есть он не отказывался, я сейчас, немедленно я говорю, чтобы были, здесь машина стояла, и с этим, и сейчас, он будет звонить через полчаса, а мы скажем, все, договорился. Никогда не надо руки опускать. А он сказал против, не обдумал, и человек-то неплохой. И другой, хороший совсем человек, и попали в обстановку такую, что руки опускай. Так что у нас все готово, затракаем, обделываем, что там, крути, все эти, три чурки уже туда увезли, ну и задело. Мало будет оставаться, немножко, хотя бы минут на 20, уже заранее буду сказать, что подгонял трактор. Все у меня. Никогда руки не опускай, кто бы он ни был. Вот, вроде, готовим. Сегодня у нас 1 июня, 1 июля 2021 года. До крещения осталось 10 дней. Игнать Тихнич у себя тут на участке обрабатывает клетки. Вот здесь лежала куча, ну куча как вон там, это Николай здесь делал, он много сделал. Вот, кто-то сказал, говорит, ну там, там, отешен. Это вот то, что вы взяли, вот это вот. Сравни куча, сколько она места занимает. И это негодная, это сегодня я третью кучу делаю уже. Там всю перебрал. Значит, нужно сейчас перенести, колотой кучей положить за козликом, запомни, за козликом. С дороги, здесь машина пойдет. А я тут перехожу работать. Я поневоле вспоминаю стихотворение Владимира Владимировича Маяковского. Ради, грамма радиа, приходится тонны руды, там, может сотни тонн руды переломать. Так и мы, чтобы найти палочку пряменькую, да она кособокая, приходится переворачивать это на какой раз, уже не знаю, вон, посмотрю там, готовы или нет. И тоже перенести отсюда. Заметь, где, там щурка, щурку не закладывай. И начинаю переносить. А я перехожу на эту сторону. У меня с тобой топорик. Топорик и вот так. Сгрузишь маленько в сторонку. Я все это закрываю. Топорик-то мне и не нужен. Все. Вот это вот сейчас я тоже перемолочу. Что-то там на дрова пойдет, а что-то к нам на второй мостик. Это непростая работа. Тут надо еще посмотреть, как он будет выходить. Сейчас, наверное, даже и не взять. Надо с пилой приходить и сразу щебаркать. Все. Милости просим. Куда ты это берешь-то? Зачем? Ну, грыжа вылетит и вот, и что дальше будешь? Вот, Владимир грыжа. Люди же сирает, они поймут, там, что они делают. Что ли делать телевизор, там, звук хороший. А тут никого нет. Одним уже чешение, бабки нету, что ли. А о чем заботишься? Фига вам. Лизоток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 сегодня лег спать где-то наверно в районе 9 30 или 10 вечера но подъем у нас 4 30 4 40 и ну один из немногих дней когда это крана лег и уже настроение получше сразу вот мы подъезжаем к нашей дороги сейчас будет сваливать здесь это потом таскать туда уже вместо аккуратно заворачивать а нет, здесь и свалено птичка выпала из гнезда попалась она неумезна в гнездах а да, сушим да, сушим на берегу сняли а мы сейчас я знаешь что мы в гнездышку туда тебе знакомая обстановка ну вот вот тут-то как раз и порадуемся сейчас все это себе таскать а так нам так нам ватаблок и загрузим и повезем но так я вот на веревку плавал затягивал и тащил сейчас техника будет работать с мотоблоков то дела быстрее у нас пойдут я так быстро не носил я пешком иду сейчас просто без сих пор и он быстрее меня везет там сейчас мой шлагбаум убрется вот такая радость техника облегчает нам жизнь да, вот Владимир везет братья остались там работать мы возвращаемся домой берем в обед я еду на мотоблоке приеду или на ниве в общем, нужно две машины их привезти доброе! временно надо выйти грибы граб я сейчас пробуем сейчас посмотрим мы с вами пробуем время сэкономить выжешь, брат? сейчас посмотрим рисуем как тронемся как она делала так как он делает обстоятельство Продолжение следует... 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 Я не помню сюжет, но я только поеду не представляю, как это было Верезка не была, на меня была на Ярославле Гады, гады Стой, остановись, остановись Так, давай, Николай Ты махни рукой Я думаю, ты на той стороне придешь Да, я поеду туда Так, мой Владимир Пащенко сейчас будет преодолевать водную преграду Там сзади у него мотоблок, погруженный в тележку от мотоблока Который, в свою очередь, привязан к машине Нива Купленный у Игоря Да, гром в нем зиме торчется Сейчас без меня на ужин уедут Вот так вот, потеряйте ужин, еще надо набегать Вот, все-таки решили, смилостились Так, и вон он на горы снимает, эта съемка хорошая А эти, которые милиционеры приезжали, они квадрокопер запустили, видел? Я нет Снимки такие, с воздуха Потеряю, вкусняли Коленко, его в Москву перевели Владиславов Ну и запрос сделал, а здесь милиция выделила ему машина Милиция с ним, это из-за него она была Как там было? Я думал, митрополита Тридцать два года он у нас снимает И ни разу, он фотокорреспондент И ни разу не соврал Галенко, он был в Мамутовском районе Видимо, там, я не знаю, называется, что-то Свет Октября, что ли, газета Приезжал, еще что-то потеряю, мы не восстанавливаем, он в лагере был Статьи со знанием дела Все расспрашивает, записывает Ну и заметили его, и взяли в Краевой УВД Вот и корреспондент И статьи его пошли там на конкурс, где О Потеряевке Его Москва затребовала И он сейчас из Москвы А он все Он согласился, видимо и оклад другой Все же столище и город Животок сидел Себе раскрыли банду Сейчас, вчера говорили Самые крупные, масштабные там Подсоединены разные страны Одновременно, 700 с чем-то человек наклеили Там все Присупления, всякого рода Телефоны, все разговоры Подслушивали Полиция работает Приезжал какой-то шериф А это как начальник округа Генеральское звание, видимо Ну и спрашивает, какой процент раскрываемости У нас, говорят, сто процентов Но это мы единственные, вроде У которых так 1821 убийство За год было только в Нью-Йорке Значит, не все благополучно Я был в лагере, а мне там В Скаутском, и говорят Вот это дочка дьякона Протодиакон Ну он там в Горлеме где-то шел А там негры И он с кем шел, я не знаю Ну и они на него Видимо, молодые люди, резвые такие Он не бил, не еще Он вот так взял их, развел и ударил друг от друга У одного голова сразу лопнула, умер Умер А другой калекой остался Я не знаю, судили его или нет Но сам сняли его, конечно Вот такие наши русские богатыри Это мне рассказывали в Синоди, в Нью-Йорке Мне понравился большой зоопарк в Синоди У меня водили Я смотрел, что он в бегемоты С разбегу, как в воду сбегают Мне там Кондратюк Отец Арсений Архимандрит подарил 12 томов Златоуста 12 томов Как он подарил это вообще Он вообще Мы сидели как-то за столом А он мне наливает там водки Я говорю, да я не пью А вот это будешь есть? Ну это какие-то осетры Выпадив глаза их не видали А тут продают, говорят, ваше осет Ну и мне в Вашингтоне там Отец Виктор Потапов Подарил компьютер Ну а я могу взять только то или другое По весу то Ну я взял в одной руке компьютер А в другой полный чемодан в Викоте Ну постоял Я думаю, компьютер я могу купить где-нибудь А это было в 92 году В августе месяце А Златоуста мне никогда больше не видать А я уже насчитал его Ну я люблю просто Златоуста Вот такие события вспоминаются Вот такие события вспоминаются По право на лево смотрите знаки какие По ширине комбайна Чтоб проходил Игорю комбайн Вот смотрите, потихоньку полежай потише Вот видите? А здесь подземная труба идет Вот опять красная Я в милицию обратился, чтобы они знак поставили свой Они все разописали Говорят, сделаем Я приехал, спросил, а ничего не было тут Забыли, наверное Дорогу сделать там нужно было сюда Там переезд, давай они высчитать А переезд уже давно готовый Сделаны Что-то 50 миллионов рублей А Женя Евгений Алексеевич Фермер За свой счет самостоятельно дорогу Сделал Вот и возьми А по времени не помните сколько он дом выкладывал с церковью? Что сделать? Батюшка сколько выкладывал дом и церковь? По времени Сколько Строил Строил Так его спроси У кого-то Клуб был Стены-то оставались Хотя разрушенные Больше ничего не было Я сюда КАМАЗы пригонял Силикат до технического Из Барнавула Найдер Добрый день У меня все равно Добрый день Струну мужчин сам Вот Людмила Там то линзина Наклеивали Я видел это все И вернулись опять к очкам Обокровенные очки А все остальное почему-то не привелось Вот так Алексей Субтитры сделал DimaTorzok А я пойду В щашку достану Вот это вот Когда тормозишь аккуратнее Все глуши, сейчас отцепляем Хорошо